Сезон фигурного катания Сезон фигурного катания В марте областная столица примет первенство России по фигурному катанию среди детей возрастом от 9 до 12 лет. В первый весенний месяц можно будет увидеть настоящую россыпь талантов со всей страны. Тюменцы обещают не стать гостями на этом празднике фигурного катания. Правда и побороться за титулы вряд ли смогут. Объективная реальность пока такова. Пока я скажу, что мастерство наших ребят на региональном уровне очень хорошее, но, к сожалению, с Москвой и Санкт-Петербургом соревноваться очень тяжело. Вы знаете, что там, естественно, тренерский штаб прекрасный, условий много и конкуренция очень большая в фигурном катании. Поэтому, к сожалению, победителями первенства, конечно, боюсь тюменцем не стать. Всего в открытом первенстве Тюмени принимают участие 170 спортсменов. Победители и призеры станут известны 19 октября. Дубль мини-футбольного клуба Тюмень, который летом возглавил легендарный бомбардир Денис Абышев, стартовал в чемпионате страны среди команд высшей лиги, выступающих в зоне «Восток». Первые в сезоне матчи сибиряки провели в Екатеринбурге. Дебют выдался на четверку. В трех встречах тюменцы добились двух побед. Набрали шесть очков и расположились в верхней части турнирной таблицы. Если говорить, когда мы поехали на тур и знали, с какой группой играем, конечно, шесть очков можно было порадоваться, если мы возьмем. Но сыграв эти три игры, конечно, довольства за малым не надо было, можно было и больше. Единственная неудача случилась в матче с клубом «Зик Урфу». Само по себе поражение – невеликая беда. Вот только допустили его тюменцы исключительно по причине собственной расслабленности. Игра давалась, преимущество было, а потом случился провал. Как итог – 4-7. Первый тайм хорошо сыграли, как что от нас требовал тренерский штаб, то и выполняли. И все было хорошо, а во втором тайме как будто что-то не пошло. Два быстрых гола пропустили, команда подсела, а соперник, наоборот, набрал ход и выиграл нас в конце. Сейчас тюменцы ведут подготовку ко второму туру чемпионата. Он пройдет с 27 по 29 октября в Елутеровске. Я думаю, что это только на пользу пойдет, потому что несколько лет мы базировались в Ишиме, ездили туда, там развивали мини-футбол. И сейчас он будет в Елутеровске. Как бы там уже народ знает, но больше там пропагандировали женский футбол, там принимал туры, играла женская команда наша. Поэтому сейчас, я думаю, сделаем рекламный какой-то ход там еще, чтобы привлечь зрителей на трибуны. Ну и, конечно, больше будет зависеть от нас, чтобы мы показывали хорошую, качественную игру. Одна из главных спортивных арен Петербурга, дворец Спорта Ледовый, находится в ожидании международного турнира по смешанным единоборствам М1 Челлендж. В главном бою вечера любимец местных болельщиков Сергей Романов бросит вызов незнающему поражению чемпиону мира в полусреднем весе Алексею Кунченко. Росомаха подготовку к грядущему поединку начал в Таиланде, а завершает в одном из бойцовских клубов Тюмени, тренируясь вместе со спортсменами нового потока Павлом Гордеевым и Тимуром Нагибиным. Здесь мы проверили, как бы в спарниках постояли, потренировались вместе. Он в отличной форме, хорошо себя чувствует. Думаю, бой пройдет отлично, он победит. Алексей вообще не знает вкуса поражений на профессиональной арене. 16 побед в 16 боях. 11 его противников были побеждены нокаутом. Кунченко тренируется в одной из лучших российских команд под руководством легендарного Александра Шлеменко и владеет поясом чемпиона уже полтора года. Мы давно соперника этого знаем, Сергея Романова. Мы так поддерживали отношения даже. Он приезжал на сборы в городе Омск к Александру Шлеменко, когда мы тоже проходили сборы. Он с нами тренировался. Парень хороший, но придется побить его. Что делать? Он довольно физически, можно сказать, сильный, высокий, неудобный, руки длинные и очень нестандартно дерется. Это довольно будет мне предоставлять какие-то сложности. Ну ничего, мы это уже наработали, в принципе, какие-то действия, уже план поставили на бой, поэтому для меня не будет этих сложностей. Естественно, пояс неохота оставлять там у него. Но для этого мы и тренируемся упорно. Я очень много вложил в это и не думаю, что этот пояс сам останется. Успешная игра хоккейного рубина в домашних матчах постепенно становится оксюмароном. Подопечные Владислава Хромых потерпели четвертую неудачу в родных стенах на старте чемпионата ВХЛ. На сей раз в качестве обидчика выступила Ижевская Ишталь. По-настоящему силу сибиряков хватило лишь на первый отрезок. В нем счет уже на пятой минуте открыл Константин Савенков. Однако этот успех стал первым и последним для тюменцев в матче. А гости, подобно опытному марафонцу, равномерно разложили силы на всю дистанцию. Это заложено было еще летом. Я думаю, что мы делали все правильно. Пока на данный момент команда справляется с нагрузками. Находят внутренние резервы какие-то. То есть каждый в себе. Отыгрались представители Удмуртии в дебюте второго периода. Алексею Баженову никто не помешал замкнуть передачу Никиты Панасенко из-за ворот. И если бы не голкипер Рубина Егор Назаров, судьба матча была бы решена в этой же 20-ти минутке. Братарь отражал импровизированные булиты, пластался на своем пятачке и даже вышел победителем после выхода 3 в 1. Воплотил преимущество Ишстали во вторую заброшенную шайбу Сергей Лапин. Ассистировали ему Денис Вихарев и Александр Черников. Хотя куда больше для этого гола сделала защита хозяев. Кого ставим, те выходят, ошибаются. Как вторая шайба. Как может двух защитников, чтобы увезли за ворота, связали и пас отдали на пятачку. Сейчас еще раз, сто раз так сыграть не поедут. Это не ответственность. Раздолбайся. Заканчивали встречу Рубиновые с пустыми воротами. Но сил не нашлось даже для элементарного навала. Поражение 1-2. Следующий матч домашней серии команда проведет 20 октября против пермского Молота Прикамье.